Создатель и первый хранитель музея Евгений Кубарев собирать материалы о Калинникове начал еще будучи студентом музыкального училища в далеком 48-м году. Фотографии, документы, картины, ноты, всего около 200 экспонатов стали основой музейной коллекции, впервые увидевшей свет спустя столетия со дня рождения композитора. Теперь, глядя на изменившийся музей, Евгений Кубарев не устает восхищаться его оформлением, ведь в свое время многое ему приходилось делать вручную. Вот эти рамочки я делал сам из жести. Собирал банки от кофе и резал. А теперь же все как нужно написано. После серьезного обновления музейную коллекцию торжественно представили зрителям. Разрезание красной ленты почетными гостями – дань традиции протоколу. Но мэр Орла за роялем – это уже чистая импровизация. Искусство вечно. Но давайте помнить, что у нас такие знаменитые земляки, давайте беречь историю, давайте беречь музыку. И мы будем общество делать только красивым и добрым. Экскурсию в музей украсила музыка Калинникова, знакомство с которой правило хорошего тона для юных орловских исполнителей. Действительно интересно всегда играть музыку Калинникова, потому что в ней всегда очень много всего. И лиричность, и жизнь, которую он хотел передать кому-то. Все дети, которые у нас учатся, они обязательно соприкасаются с этими произведениями. И с грустной песенкой Калинникова это в первую очередь. А что отличает музыку Калинникова? Ее теплота, ее задушевность, ее человечность. То есть она очень понятна. Неутомимый собиратель Кубарев и на этот раз передал в дар музыкальной школе фотографии и редкие нотные издания. Его преемник Галина Герман уверена, что задача музея не только беречь наследие композитора, но и воспитывать молодежь. Дети сюда приходят. Они приходят сюда с удовольствием к нам на экскурсии. Потом во время экскурсии у нас всегда звучит музыка Калинникова. Потом не только детям. У нас же на основе нашего музея ведут ученую работу, деятельность. Студенты пишут свои какие-то труды. И тоже, в общем, приходят за материалами, за помощью, за поддержкой. Голодое поколение воспитывается на нашем музее. Это краеведческая задача. Труд орловских краеведов не пропал даром. Второе рождение музея Василия Калинникова в год его 150-летия стало звеном в череде юбилейных мероприятий и в очередной раз доказало, наследие нашего прославленного земляка по-прежнему востребовано. Андрей Турбин, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.